Осень 1808 года, Эрфуртский конгресс, значит, после поражения Наполеона в Испании он решил укрепить там все-таки положение Германии, которое оставалось нестабильным, и в том числе окончательно заключить союз с Александром, который, впрочем, был заключен еще в прошлом году в Тильзите. Собрали съезд 27 сентября по 14 октября, где присутствовали Наполеон, император России Александр, а также всевозможные князья, немецкие в Эрфурте. В общем, формально это было по устройству Рейнского союза, а Александра пригласили типа как дрога. Но устройство Рейнского союза, это такая вещь бесконечная, она постоянно, так сказать, осуществлялась и никогда не закончилась. То есть, что там с Германией делать, Наполеон так и не решил. Это, в общем, один из этапов был, потому что там много было всяких князей, но в целом они все, так сказать, перед Наполеоном унижались, потому что он же правил Европой, но у них между собой были разногласия. В общем, они конкурировали, как кто больше к Наполеону подлижется. Эту всю ситуацию Наполеон использовал для давления на Александра. То есть, Александр приехал, и там действительно знатные реально в его понимании люди, князья там всякие, они все унижались перед Наполеоном и заискивали. Наполеон же с точки зрения Александра безродный же, там же у них дворянские положения. Вот Наполеон ему показал, что всякие родовитые перед ним тоже присмыкаются, и что с Наполеоном нужно иметь дела, его уважают аристократы. Что у Александра все-таки мышление-то было аристократическое. Кроме того, Наполеон подтянул туда, естественно, театр свой французский. Выступали всяческие актрисы привлекательные. Одну актрису продали прямо в любовнице императору Александру Русскому. Короче, бабами тоже совращал Наполеон Александра. Подтянули туда, естественно, всяческих идеологов, публицистов, поэтов, интеллектуалов, которых у Наполеона тоже сколько угодно было. Французских, немецких. Гёте лично приехал, Гёте поддерживал Наполеона, между прочим. Я сделаю к 2008 году Гёте, потому что Гёте как раз Фауста выпустил этот год. Надо сказать, что Гёте придерживался идеологии просвещения, и именно она была официальной при Наполеоне, и поэтому Гёте поддерживал Наполеона. То есть нельзя сказать, что немцы там все были против Наполеона. Против Наполеона были националисты и романтики, которые большинство на тот момент не представляли, но после войны они активно вылезли, типа вот победили же, и там пошел подъем романтизма и национализма. А на 1808 год еще не однозначно все Германии. Многие за Наполеоном. Ну так вот, Гёте наградили крестом почетного легиона, то есть французским орденом на Эрфурском конгрессе. Ну и 12 октября был подписан союзный договор между Россией и Францией. То есть официально у нас имеется русско-французский союз, и вот он практически полностью доминирует в Европе. Пруссия на самом деле под оккупацией и проводит реформы. Ну вот надо еще про Пруссию поговорить. Значит, как я уже говорил, в принципе, Фридрих Великий был сам атеист, атеист точнее, и придерживался идеологии просвещений. Просвещенческие реформы проводили и Пруссия, и Австрия, приглашали Вольтера. И, в общем-то, люди были прогрессивные, но поскольку реформы проводились сверху, они были неполноценные, не до конца доведены. Они все понимали, как и Екатерина, кстати, все это просвещение как централизацию. То есть вот что все будут подчиняться монарху единому, и вот это и есть рациональная система. Естественно, они эту централизацию вводили с опорой на иерархию. То есть получается, что идеология просвещения, которая была вообще-то против иерархии, за равенство всех людей, природное, естественное право, она вот в восприятии этих монархов, типа Фридриха и Екатерина, она превращала свою противоположность в оправдание иерархии. Вот, так сказать, все будет по полочкам, будут высшие, низшие, и все будет рационально, как они так думали. Ну, все знаем, что в России это привело фактически к срыву просвещенческих реформ. Сама Екатерина перешла на консервативные позиции, преследовала тех же самых масонов, которых сама же и разводила, и так далее. Про Россию уже говорила. В Пруссии тоже, в общем-то, менее, конечно, это все было, так сказать, более последовательно, менее все так рывками, как обычно в России. В Пруссии было более так все логично, но тоже не завершено. В результате, во-первых, Пруссия оказалась в антифранцузском союзе, и в этом союзе она проиграла. Это привело к глубокому кризису. Половину страны отрезали в пользу всяких профранцузских новых государств, Типаринский союз и Польша. Финансовая ситуация была тоже полностью, значит, критическая после этого поражения. Промышленность фактически в Пруссии не развивали, то есть развивали примерно как Екатерина, то есть в основном военную. Промышленность была под контролем государства, государство, естественно, в основном развивало военные отрасли. Ну, вот примерно как в России, да. Но, конечно, все-таки Германия более развитая, чем Россия. Там были серьезные силы, заинтересованные в дальнейших реформах. Вот там имелись такие Штейн и Гарденберг. Это были реформаторы, это были известные деятели политические, которые и ранее выступали с проектами реформ. Вообще-то они были все национально настроенные. Штейн, допустим, выступал за войну с Наполеоном, как и многие тоже пруссаки. Тем не менее, Наполеон счел этих деятелей, в общем, прогрессивными. И при поддержке Наполеона 10 июля 1807 года Штейна назначили министром. Значит, на 7-8 год Пруссия находится под оккупацией Франции. Она, в общем-то, независимая, более независимая, чем Рейнский союз. Однако, Наполеон, как подлинный революционер, на формальный момент и плевать хотел. Если ему что-то надо было от Пруссии, он там от нее добивался. То есть, он вообще-то плевать, потому что она там была независимая. В принципе, Польша была далеко, и в нее Наполеон вообще не влазил. Фактически, Польша была больше независима, чем Пруссию. То, что Пруссию Наполеона больше интересовало. Польша просто по принципу неуловимого джо, который неуловимый, потому что никому не нужен. Польша там сама по себе управлялась. А вот Пруссия Наполеону нужна была. Фактически, Наполеон привел к власти этих реформаторов, потому что он выступал за унификацию вообще всей Европы на основе принципов просвещения. Реформаторы, да, они считали, что феодализм мешает развитию Пруссии. Нужно все ликвидировать, довести просвещенческие реформы до конца и вот осуществить все. Надо сказать, у них было две все-таки группировки, одна Штейн, а другая Гартенберг. Обе были националисты. Обе выступали за реформы, но по-разному. Значит, Штейн, которого Наполеон назначил, считал, что нужно ослабить централизацию, что введенная при Фредрихе централизация на себя провалила. Там была жуткая бюрократия, которая была негибкая, неэффективная. Они просто требовали, так сказать, чтобы все подчинялись каким-то инструкциям, а времена были революционные, и это не работало. Поражение перед Наполеоном показало, что вот этот весь тупой бюрократизм, который Фредрих вел, он не помогает. Буквально за пару дней французы их разбили просто потому, что пока немцы там соображали, какую инструкцию соблюдать, их разгромили. Штейн считал, что нужно ввести децентрализацию, побольше инициативы на местах. Соответственно, он был регионалист. Он считал, что нужно уменьшить власть бюрократии, дать автономию городам. В какой-то степени, тем не менее, он был консервативный регионалист, потому, что он стоял за соблюдением разных корпоративных, разных на местах, которые были, традиций. Ну и в этом плане можно его, так сказать, сравнивать с англичанами. То есть вот англичане были такие консервативные либералы. Штейн вот такой консервативный либерал-регионалист. Вот к спорам о регионализме, которые постоянно я на канале освещаю, которые на Фейсбуке ведутся и так далее, регионализм сам по себе ничего не дает, вот на чем я постоянно настаиваю. Потому что регионализм может использоваться кем угодно. Он может быть консервативный в интересах местных кланов, да, это консервативный регионализм. Он может быть либеральный, там, допустим, развитие местного взаимоправления на местах. Регионализм бывает социалистический, анархисты могут быть регионалистами, кто угодно. То есть сам по себе регионализм, во-первых, ни о чем не говорит, он может быть и прогрессивный, и реакционный, да. И он ситуативен. В определенных ситуациях лучше унитарное государство. Например, сейчас на Украине регионализм только вредит, потому что Украина ведет национально-свободительную борьбу. Естественно, в таких условиях нужно унитарное государство. В каких-то ситуациях вам нужен регионализм, в каких-то нет. Нельзя считать это панацеей и вообще это ничто. Это зависит от того, как мы это интерпретируем. Как мы это понимаем? Все понимают это по-разному, а призывать к свободе региона могут разные силы с разными целями. И она иногда целесообразна, иногда нет. Сложно сказать. Даже относительно Сибири, о которой, так сказать, я беспокоюсь. Какой-то может быть нужно нам больше автономии регионов сибирских, может быть больше общесибирское единственное нам нужно. Это сложный вопрос, зависит от конкретной политики. Вот Гарденберг был тоже просветитель, как Эштейн, однако он считал, что нужно наоборот централизм вводить, что просвещение заключается в централизации и реформа нужна для создания единой прусской нации. То есть Гарденберг был националист. Тем не менее он тоже был против феодализма. Фактически Гарденберг это все называл «прусская революция сверху». То есть нужно создать режим, напоминающий наполеоновский, то есть централизованный, но с равенством всех перед законами, централизованный, но либеральный. Вот позиция Гарденберга. Его всевозможные проекты, газеты всяческие, которые он издавал и так далее, они очень много говорили о нации. То есть Гарденберг, в принципе, примыкал к этим идеям Гердера, идеям немецких романтиков, националистическим, о которых я говорил. Ну то есть опять же нужно сказать, что национализм это идеология просветительская, это новое время, это модернизм. Нельзя ее никак со средневековьем. Средневековье это религия, а национализм это новое время, когда уже без религии единство нации пропагандируют. Светское, секулярное, то есть единство всех, независимо от религии. Вот этот Гарденберг, он был централист, националист, либерал, рационалист, просвещенница, реформатор. Вот это все сочеталось вполне у него тоже гармонично. Но в целом выглядело, как и известной басни Крылова. То есть лебедь как бы тянет в небеса, щука в воду и так далее. Однако все они сходились на том, что нужно либерализацию осуществлять и в значительной степени внедрить французский опыт, так как он показал свою эффективность. Кроме того, все они считали основателя экономического либерализма Адама Смита, Опа, и Штейн, и Гарденберг, и его ценили. То есть все они считали, что нужно больше свободы предоставить торговле, что свободная экономика сама себя вывезет и уничтожит все феодальные препоны. Значит, они вели реформы по методу письма Шарика из Простоквашина. Помните, да, там сначала там мальчик что-то пишет, потом собака за него дописывает, и потом записывает кошка. Имеется в виду, что сначала Штейна ставили начальником всех реформ, потом Гарденберга. И вот они то одно проводили, то другое, в зависимости от своего понимания. Ну, сначала был Штейн. Значит, что Штейн осуществил? Он дал самоуправление городам. Раньше города в Пруссии подчинялись феодалам. Вот он вел городское самоуправление. Он же регионалист был, да? Он вводил местное самоуправление. Вел там собрания депутатов в городах, которые выбирались гражданами. Равное и тайное избирательное право у них было, прогрессивное. Вот эти местные выборные органы власти, они в городах командовали. Это была и либеральная такая реформа, и региональная, и так далее. После того пришел к власти Гарденберг, и он вместо этого, короче, оставил это городское самоуправление, но ввел единую жандармерию, которая следила за всеми этими городами, которая в какой-то степени, значит, тоже навешивала вот эту вот децентрализацию. То есть, как бы города были, имели самоуправление, но за ними следили жандармы. Это, так сказать, уже Гарденберг добавил. Аналогично они реформировали центральное управление. Ну, во-первых, Штейн вообще пытался министерство центральное сократить, потому что считал, что на местах должны выборные органы решать. И, в общем, фактически боролся с этими всеми министерствами, всячески их сокращая. Гарденберг, наоборот, пытался усилить центр и завести все-таки в Прусси парламент, что он же был националистом. Он считал, что нация должна избрать представительные органы, они будут представлять нацию, ну, по обычной модели националистов, да. И они будут, так сказать, править совместно с королем. Король эти все вопросы забалтывал. То есть, они болтали, что надо ввести парламент, но не вводили. В качестве замены парламента в феврале 2011 года Гарденберг собрал собрание на таблей. То есть, собрал собрание самых знатных, которое какое-то вот национальное представительство осуществляло, но они уже понимали, конечно, в XIX веке, что дворяне всю нацию не представляют. Ну, по крайней мере, вот кого-то собрали, они что-то там обсуждали. Это собрание на таблии тут же выступило с оппозицией ко всем реформам, потому что реформы не в интересах дворянства проводились. И, собственно, непонятно, зачем либералы собрали дворян, против которых они же, собственно, все реформы и осуществляли. Ну, вот поскандалили, значит, сочли потом, что, значит, опять не получилось, разогнали их, потом опять согнали и так далее. И вот это все продолжалось. То есть, парламента они так и не собрали, хотя много про него болякали. Собрали они дворян, дворяне им не понравились, конечно, и все. Вот так вот все, два раза собирали этих дворян. Ну, надо сказать абсолютно прогрессивную вещь, они сделали и отменили крепостное право. Несмотря на все реформы Фридриха Великого, он крепостное право не отменил. Штейн сказал, что вообще он берет монастерство, только если крепостное право отменят. Вот он прям условия поставил. И тут же, как только пришел Штейн там ко власти, он немедленно отменил крепостное право 1807 год. Крепостное право отменялось. Все могли иметь землю, не только дворяне, крестьяне могли иметь землю. Однако, условия, значит, нужно было землевладельцев удовлетворить, да? Они же имели землю. Как и у нас в России в 1861 году, сам переход земли к крестьянам, он занял длительное время. Они должны были выкупать за большие деньги на разных условиях. Там были разные группы крестьян. Им разные условия предлагались по получению собственной же земли. Но так или иначе, все они платили. Пока они землю не получили, они все равно за нее отрабатывали. То есть, были временно обязанными, как у нас тоже в России после реформы 1861 года. Но надо сказать, что немцы быстрее это решили. Они там, у них временно обязанные были все-таки несколько лет, а в России несколько десятилетий. Но, тем не менее, крестьяне выкупали, земли они не получили, потому что земля все равно с собственностью помещика. Фактически, по итогам этих территорий, этих всех реформ, они остались в зависимости от помещиков. То есть, помещики как класс сохранились, только теперь уже они не владели крестьянами, а были землевладельцами, а крестьяне были у них арендаторами. Поэтому Ленин говорил, что в Пруссии юнкерский капитализм, то есть помещический капитализм. Нет, но сам факт, что они арендовали, это капиталистические отношения. И вообще-то они равные. То есть, просто предполагаешь, что вот у тебя нет земли, у помещика есть. Ну, вы равные, ты у него арендуешь на каких-то условиях, вы заключаете договор. Ты ему платишь, за это ты владеешь землей. В принципе, это договор равных. То есть, любой договор основан на принципе равен со сторон. Это отношения капиталистические, но классовые, да? Понятно, что у помещиков все равно больше возможностей. Хотя формально по закону равные. Вот, ну и вот эту модель как раз в 1807 году и заложили. Все это, в принципе, называется такая революция сверху в Германии. Ну, которую фактически Наполеон там и существил, вместе с группировкой местных либералов. Привели военную реформу, вводили в частности всеобщую воинскую повинность. Раньше были рекрутские наборы. Реформировали армию, запретили там издеваться над солдатами. Ввели там повышение по службе только в результате заслуг. То есть, раньше у них должность по службе определялась происхождением, и они ввели по образцу Наполеона, что только заслуги. То есть, если даже лицо знатное, оно должно подтвердить, что действительно у него есть заслуги, только тогда его продвигают. И образование. Это позволило им армию укрепить. И в 13-14 годах уже реформированная прусская армия, она эффективно сражалась против Наполеона. Провели реформу образования, которым руководил Виргельм фон Гумбольд, прусский министр образования. Во-первых, ввели гимназии, всякие промежуточные школы уничтожили, унифицировали. Короче, были народные школы фолькс-шуле и гимназия. Народная школа для народа и гимназия для богатых. Ввели экзамены именно тогда. Университет у них потеряли, который у них был в Хале, в Пруссии, то, что Наполеон передал от Пруссии. Они открыли университет в Берлине, который сейчас и называется Гумбольдский университет. То есть, как и во Франции, в центре всей системы образования теперь стал университет. Окончательно вот эта система европейская утвердилась современная. Хотя, я говорю, ее критикуют сейчас очень сильно. Ну вот система, значит, начала 19 века. Все сдают экзамены. Квалификацию ее высшую получают только если окончат университет по результатам экзаменов. Вот до того в такой четкой форме этого не было. Какие-то элементы были в этом 18 веке. Но так как сейчас это выглядит, что вот экзамены средней школы, экзамены университетские, да, это вот сформировалось в начале 19 века где-то вот во Франции и в Германии одновременно. Ввели учебные планы, то есть по четким планам, которые контролировало государство, давалось образование. Это все вводило контроль еще государству за всей системой. Задавали прям вот, ну как сейчас у нас в ГОС, да, стандарты, по которым должны были готовить, и государство контролировало содержание экзаменов и их проведения. При введении этих стандартах ликвидировали латинские школы. То есть вот это вот господство латинского языка и культура как раз ликвидировалось и во Франции тоже. И вот как раз на грани веков у нас латинский язык перестает быть международным и становится французский. Так как латынь вообще исключается, считается устаревшей, вводит новые языки, прежде всего французский. Фактически Гумбольд, хотя он, так сказать, тоже немецкий националист, вводил французский как международный язык в гимназиях. Ну и вот новые гимназии, они были реформированы, были сокращены часы на все римское, на все латинское, и введены всякие предметы, естественные, всякие современные предметы. Надо сказать, что в России тормозили до конца, и у нас латинские гимназии, все мы знаем, держались до 17-го года. У нас то, что в Пруссии ввели, это у нас называлось реальное училище, где были, так сказать, практические предметы и иностранные языки, а гимназия у нас была, как в 18-м веке, на основе римской культуры. Ну, об этом я еще тоже скажу. Гумбольд вел всеобщее обязательное школьное образование на основе народных школ. То есть все гимназию не кончали, но какой-то уровень образования вообще по всей Германии всем давали в народных школах бесплатно. Надо сказать, что в 13-м году частично эти реформы прекратились, потому что Наполеона свергли, но потом это все завершилось. В принципе, саму систему Гумбольд задал, а потом на нее весь 19-й век ориентировались. Она, собственно, исторически победила в системе образования. Но по сравнению с 18-м веком, видимо, прогрессивно, однако сейчас есть серьезные претензии к этой системе, развивается весь 20-й век и 21-й альтернативная педагогика. Это вот та самая среднее образование на основе классно-урочной системы и системы экзаменов, которая всем дает унифицированные вот эти знания, то, что часто контекуется, которая всех заставляет усвоить какой-то минимум. Вот это вводили немцы, прежде всего это Вильгельм фон Гумбольд, и потом это во все страны тоже пошло. Ну и во Франции значительно похожее вводилось, параллельно это все шло. Так, либералы, ясное дело, уничтожили все ограничения торговли, свободу торговли ввели, отменили все монополии, все цехи, все привилегированное положение дворянства, на дворянство возложили налоги, в целом реформа была против привилегий дворян. Любой, заплативший определенный налог, мог заниматься любым бизнесом. Свободу бизнеса они ввели, как они и собирались. В этом плане феодолизм был уничтожен. Вот таким образом, значит, итоги какие реформы? Во-первых, они были непоследовательны и проводились двумя товарищами, которые между собой имели разные представления, Штейнам и Гарденбергам. Это проводило их к противоречивости этих реформ и к их незаконченности. Тем не менее, это определенные либеральные реформы, которые способствовали модернизации Пруссии, в том числе победе в 1813 году, потому что армию преобразовали, и которые, собственно, и создали вот такое положение в Пруссии, которая была, так сказать, такой вот либеральной монархией не до конца. И потом всяческие революционеры пытались довести до конца. То есть Пруссия по сравнению с Россией, конечно, была либеральной, но вот такой недоделанной во многих вопросах, и в крестьянском, и в экономике, и в социальном и так далее. То есть, с одной стороны, привилегии дворянцы сократили, но какие-то оставили и так далее. В общем, так вот все было промежуточное, ну, помещичьей капитализм, я говорю. Потом это длительно в Германии все решалось, о чем я еще вернусь. Наполеон счел, что решил все вопросы в Европе, обезопасил тыл и все войска бросил в Испанию. В Испании против него действительно было всенародное восстание, да еще и англичане высадились. Однако, надо сказать, что в 1808 году Наполеон эти вопросы решил. Вот в октябре он уже вторгается в конце октября в Испанию. В ноябре разгромлен корпус Блэка, это значит английский. Еще 25 октября первые поражения испанцам были нанесены. 29 октября Наполеон сразу двинулся на Мадрид, фактически, но это опять же очень быстро действует. Через несколько недель после начала вторжения в Испанию он уже двигается на Мадрид. 2 декабря они подходят к Мадриду, разбили там испанцев, и 4 декабря 1808 года Наполеон берет Мадрид. Кстати, участвовали в этой войне 1808 года поляки, и об этом хорошо помню. То есть там был польский экспедиционный корпус, так как Польша была союзницей Наполеона в Испании. Отправляют туда подкрепления англичане, в основном в Ла Корунью, то есть в Галицию. Поэтому именно в Галицию отправляют войска также и французы, где они их в Ла Корунье разбили. И это считается крупнейшим поражением собственно англичан. Это уже было где-то в январе 2009 года. 20 января 2009 года Корунья сдалась французам. Ну, в принципе, вот она карта как раз компании конца 1808-го, начала 2009 года. Мы видим, что север Испании в целом занят французами. Они нанесли серьезное поражение и испанской армии, и английской, заняли Мадрид и весь север. Дальше они приступили к осаде Сарагосы. Сарагоса героически сопротивлялась. И это такая известная история про Сарагосу, которую испанцы любят, что они обороняли ее там полгода героически. Видимо, отдельно расскажу уже в 2009 году. Также, поскольку блокировали Барселону, испанцы, они деблокировали Барселону в декабре, французы, и захватили всю Каталонию. Таким образом, оказалась Сарагоса со двух сторон окружена, со стороны Каталонии, со стороны Мадрида. Каталония была очищена от полстанцев. Ну и в целом, в общем, успехи были хорошие. За два месяца Наполеон разбил три армии, испанские и английские, выбросил вообще весь английский десант из Галлиции, из Галлиции, осадил Сарагосу, контролировал Каталонию, но юг страны контролировали повстанцы. То есть вот такое положение на фронтах примерно уже к началу 1909 года. Продолжение следует...